Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Татьяна Владимировна Черниговская, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель лаборатории когнитивных исследований и заведующая кафедрой проблем конвергенции, естественных и гуманитарных наук, доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии образования. Специализируется в вопросах нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания. Неоднократно была приглашённым лектором в крупнейших университетах США и Европы. Член редколлегии журналов РАН «Сенсорные системы», российский физиологический журнал имени Сечного, «Вопросы философии», «Вопросы искусственного интеллекта». Автор более 300 научных трудов в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, заслуженные деятели высшего образования и заслуженные деятели науки Российской Федерации. Награждена почётным дипломом президиума РАН за лучшие работы популяризации науки 2008 года. В 2017 году стала лауреатом золотой медали Российской Академии наук в номинации «Науки о жизни». Профессор Черниговская в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Большое спасибо вам, очень вам признательно, за то, что вы нашли возможность приехать к нам. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я напомню, что мы в прямом эфире. И организовано это для того, чтобы вы имели возможность задать вопросы нашей гости. Задавайте их, пожалуйста, на сайте 1МедТВ, и Татьяна Владимировна по мере наших временных возможностей ответит на них после того, как завершит свой рассказ на тему, которая сейчас вышла на авансцену общественного интереса. Поскольку наша программа рассматривает медицину в контексте, она рассматривает человека как объект эволюции, то в поле нашего зрения должны быть факторы, которые влияют существенным образом на среду обитания этого самого человека. И влияют они настолько значимо, что они меняют облик цивилизации. И здесь я позволю себе высказать такую мысль, что, по крайней мере, формирующееся сейчас поколение, а в некоторой степени и предыдущее поколение, они уже самим фактом своего существования в некоторой степени поставили знак равенства между двумя понятиями объект эволюции и продукт цивилизации. Вот так мне кажется. Собственно, о факторах, которые настолько значимы, что бросают вызов уже человеческой нашей современной цивилизации, пойдет речь сегодня, пожалуйста, Татьяна Владимировна. Да, спасибо большое, что вы меня пригласили. Мне очень интересно именно на Первом медицинском канале поговорить, потому что его смотрят не только профессионалы, хотя и профессионалам не вредно, я думаю, это послушать, потому что... То есть, например, учить профессионала, а потом уже все, кто хочет. Да, ну естественно. Но профессионалам, я думаю, про искусственный интеллект тоже не вредно послушать, потому что это, я боюсь, может оказаться предметом интереса медицины в ближайшее время. Вот на этой картинке, которую мы здесь разместили, здесь с одной стороны вот этот монстр, где гаечки-шестереночки, а с другой стороны, по-моему, прелестная картина. Идиллическая, чудесная. Да, идиллическая картина, и называется она «Отключили интернет. Холст масла». Художник неизвестен, но он прекрасен. Да, но он совершенно прекрасен, потому что мы же знаем, что сейчас происходит. Маленькие дети, они уже рождаются в этот цифровой мир, и даже есть термины, это называется поколение Google. Это те, которые не так, как мы с вами, Марина, хоть я постарше, но тем не менее мы внутри одной цивилизации были, да. Что мы уже жили, не уже, а еще, жили в другом мире, а потом начались эти высокие технологии, мы стали переучиваться. Ну и успешно переучились, как известно. Но поколение, которое вот сейчас отчасти вышло, отчасти выходит на сцену, оно уже родилось в этот мир. То есть мир, который, вот как вы точно сказали, среда, в которой эти люди будут развиваться, она вообще другая. То есть это не природная среда. Она почти совсем не природная. Ну это я хулиганю, естественно. Все-таки не так жестко, но объем и плотность вот этого искусственного мира, в котором оказались взрослые, что менее опасно, а дети, что сверхопасно, он гигантский. Ну давайте посмотрим, как мы дальше пойдем. Существует много прогнозов, в том числе один из прогнозов сейчас перед вами. И он сводится к тому, что есть разные сценарии будущего. Естественно, никто из нас не может знать, что будет происходить. Но хочу я заметить, от того, как мы вот сейчас поговорим, и от того, как мы об этом будем думать, вообще-то будущее зависит. Потому что, конечно, мы вселенские проблемы решить не можем. Но то, как будет организовано воспитание детей, как будет организовано образование, насколько важным будет считаться их психологический, или я бы даже психический, я бы сказала, статус, от этого будущее зависит. То есть мы кого вырастим-то? Кто эти существа? Все еще люди? Так вот, если уж совсем говорить. И сценарии есть, например, такие, что очень большую роль социально уже начали играть транснациональные корпорации и разные сообщества. То есть, с одной стороны, многие страны стремятся к тому, чтобы быть национальными, если не сказать, националистическими государствами. Такая линия есть везде. Или социалистская коммуникация. Да, да, или социалистская и настроенная на определенные, скажем, религиозные культуры. Ну, это не предмет нашей беседы. А с другой стороны, мощные силы начинают влиять на то, как живет мир, независимо от того, в каких это странах. То есть, вообще, такая вот социальная структура необычная. Но это непривычная нам. Но мы не о том, а о том, что будет делать отдельный человек внутри этого всего. И похоже, что мы будем, вот как я здесь и пишу, нам придется выбирать между, с одной стороны, гигантскими возможностями, которые дают технологии. Ну, что там спорить, ни вы, ни я. Мы не пишем гусиным пером. Ну, да. К сожалению, может быть, но тем не менее не пишем. И мы понимаем все плюсы выхода в мировую сеть, когда у тебя гигантские объемы информации от фейковой и совершенно пустой, и шлаковой, до очень мощной. Вы можете войти в библиотеку Конгресса, во все музеи. И очень быстро найти то, что нужно. Очень быстро найти информацию. То есть, это да. Но и опасности, которых очень много в этой связи, это опасности и того сорта, что вам могут подсунуть, или вы сами можете выбрать, не ту информацию. То есть, ну, просто ложь. Ну, да. До того, что вы же прозрачны, вы понимаете, у каждого из нас в сумочке или там в кармане лежат всякие гаджеты. И по ним легко определить, что вы едите, что вы пьете, какие сумки вы покупаете, с кем вы общаетесь, с кем вы обедали или будете обедать через два часа. То есть, это же все прозрачная ситуация. И встает вопрос, что нам дороже, как бы наша независимость и закрытость или безопасность. Я хочу, чтобы этих людей, когда я на Сапсане еду к вам на передачу, то меня просвечивают, как в аэропорту приборы. И правильно делают. И я сама согласна, чтобы проверили всю мою сумку, не лежит ли там, не дай бог чего. Ну, именно в моей не лежит, но у кого-то лежит. Чтобы спокойно ехать. Поэтому у нас выбор, тяжелый психологический выбор. Как бы наша независимость, неприкосновенность нашей частной жизни или открытость в обмен на безопасность. Ну, хорошо, едем дальше. Я в последнее время стала зачем-то много читать, ну, уже начиталась, Эйнштейна. И он пишет вот то, что здесь написано, и то, что вообще многим известно. Мол, не знаю, что будет в Третью мировую войну, если упаси Господь. Но в Четвертую мировую войну будем палками и камнями друг в друга кидаться. То есть человечество обезумило полностью. Это я как врачам вам сообщаю. Да, и оно несется с гигантской скоростью, несется к пропасти, которая перед ним уже почти разверзлась. Количество людей с психическими нарушениями стремительно растет. Это, ну, если нас смотрят психиатры, они знают. Они и статистику знают. Они знают статистику, да. И настолько стремительно растет, что всерьез говорят чуть ли они пандемии, ну, в кавычках, но тем не менее, психических заболеваний, депрессии и всякие фокусы. Недавно я прочитала, по крайней мере, американские исследователи дают по Америке, по США, один из шести. Ну, один из шести. Та или иная форма вот этих пяти главных расстройств. Ну, хорошо. Так хорошенькая история. Хорошенькая история. Хорошенькая история. Потому что, с одной стороны, люди с депрессиями склонны к суицидам и так далее. С другой стороны, люди с маниакальными расстройствами, то есть этой части спектра, они склонны к мировой пожар, так сказать, ну, вообще, что с этим делать? Уже не говоря о том, что есть то, что, условно говоря, в спектре шизофрении, это галлюцинации, то есть ему там, бог знает чего, она привиделась, да, а он принимает решение, предположим. То есть это к тому, что наш разговор идет вроде бы не очень в медицинском таком контексте, но на самом деле это таки медицина, потому что что с этим делать-то совсем? Ну, мы понимаем, что похоже на то, что все усилия эволюционного процесса шли к тому, чтобы образовался такой сложный мозг, как у нас, и дальше, потому что на этом дело не закончилось, поскольку наш такой мозг мощный, мы стали жить не только в мире стульев, стаканов и компьютеров, но в мире идей, и эти идеи играют такую гигантскую роль, что из-за них идут войны в мире, но мы же понимаем, что происходит. И это благодаря развитию способностей людей к оперированию знаками и такими символами, то есть нематериальными объектами. А если продолжить ту линию, которую мы сейчас ввели, а именно, что галлюцинации у меня случились, и они мне, там, бог знает что показывают, а я, не дай бог, принадлежу к тем, кто принимает решение, то какие решения я приму? То есть это вообще серьезная история. Вот мы живем в этом мире как бы двойных троих реальностей с самого начала, вот как только люди появились, начались религии, сказки, песни, там, всякие игры, то есть выдумывание других миров, как бы мы в другом мире поживем, не только тут, где мы обычно, но еще в театр пошли. В театр я как метапору говорю. Ну да, духов повызываем. Да, духов повызываем и так далее. Так что вот такой вот мир удвоения, это мир, в котором вообще люди привыкли жить давно. Но сейчас-то мы вышли в такой мир, который уже не просто удвоение, он как бы начинает замещать реальный мир. А поскольку технологии растут быстро и очень мощно, то он становится чуть ли не более реальным, чем реальный мир. И это начинает представлять, поскольку я подделываюсь под медицинскую аудиторию, это начинает представлять серьезную угрозу. То есть человек, он вообще не прекратит ориентироваться. Он где в данный момент? Он находится в данный момент в виртуальной реальности или дополненной реальности? Дополненной. Чего сейчас очень много. Или в реальном мире? Где мы? Вот Лотман в свое время, гениальный Юрий Михайлович Лотман, один из крупнейших гуманитариев прошлого века, он писал, что люди это единственные существа, которые живут в своей, как он это называл, семиосфере. Но это то, о чем я и говорила. То есть в мире, вот этом знаковом мире, который они сами и создали. Есть еще такая штука, как то, что наш мозг мощнее, чем мы. И поэтому встает вопрос, хорошо ли говорит наш мозг. Еще неизвестно, кто чей. Но вот тут, кстати, недавно вы выступали в блистательном диалоге с Константином Владимировичем Анохиным на конференции по искусственному интеллекту. Там он упомянул одну идею, она меня зацепила, и мне захотелось ее уточнить, как это было вообще сказано в оригинале. Если позволите, мне кажется, это важно в контексте нашего обсуждения. Он упомянул просто публициста Артура Кеслера, со ссылкой на доктора Маклина. И вот такая ситуация с человеческим мозгом. Человек находится в трудном положении, природа наделила его тремя мозгами, которые, несмотря на полнейшее несходство, ну, я просто не все буду зачитывать. Ну, неважно. Да, значит, древнейший из мозгов мозг присмыкающихся, второй от низших млекопитающих, третий достижение высших млекопитающих. И, выражаясь фигурально, не трудно вообразить, что когда психиатр предлагает пациенту лично кушетку, он тем самым укладывает рядом у человека лошадь и крокодила. Вот в контексте искусственного интеллекта... Там еще кое-что лежит. Вот то, с чего мы начали. Вот этот монстр с шестеренками. Но я бы сказала, все-таки не психиатра, а психоаналитика. Психоаналитик, да. Но это в данном случае совершенно неважно. То есть вот такой вот этот вот продукт, это на самом деле, да, тут и лошадь, и крокодилы. Но это так и есть. Мы независимо от того, какого мировоззрения придерживаются наши слушатели и зрители, но бесспорный факт, что мозг является объектом и результатом эволюции. И поэтому на этой планете уж как минимум у нас неродственников нету. Мы здесь все. Все свои. Все свои. И, разумеется, мы впитали в себя все. И вообще это не вредно не врачам, которые это и так знают, а просто людям не вредно это знать, что звериное тащим с собой. Я подчеркнула, потому что в контексте именно медицины, в контексте этой программы, вот такая точка зрения очень важна. Конечно, она важна. Потому что, я думаю, даже из бытовой обычной жизни каждый знает, что иногда впадаешь в какое-то состояние безумное, когда начинаешь всех посылать. Лаять, как собак. Да, лаять, как пес цепной. И что это такое? Это говорит о том, что высшие центры почему-то отступили, и они не управляют ситуацией. Зато вот это все, эти крокодилы, бегемоты, кошелоты, обезьяны, кошелоты, они повылезали. И ты почему-то потерял над этим контроль. Возможно, это биохимическая вещь, там, дофамины и серотонины не туда полились. Но тем не менее. Но все-таки мы надеемся на то, что мы управляем собой. Хотя вот то, о чем мы сейчас говорим, свидетельствует о том, что как минимум не всегда. Это как минимум. Но тем не менее, сознательная воля мы все-таки приписываем. Но мы все-таки надеемся на то, что у нас сознательная воля есть. Потому что если мы будем это отрицать, то это значит, мы отрицаем всю нашу цивилизацию. И кто мы тогда такие? Это мы просто программа, что ли? Но не будем об этом говорить. Очень важная вещь, которая тоже психологам очень хорошо известна, но в последнее время очень мощно обсуждается. Опять. Это природа или культура. То есть, что важнее, гены или как бы вот как я родилась, так и родилась. Или то, как меня воспитывали. Это известная история с курицей и яйцом. Она бесконечна. Разумеется, никакого ответа нету. Потому что, конечно, против лома нет приема. Уж с какими генами родился, с такими родился. Но это момент рождения, скажем так. Вот не при врачах будет там сказано. А дальше-то то, что мы пишем на нашей нейронной системе, она требует настройки. Ее надо настраивать. Настраивать, это значит, она должна быть помещена в хорошую среду. Эта среда, это воспитание, образование. Это ходишь ты в музей или не ходишь. Это катаешься ли ты на лыжах, или сидишь только на кнопке этим, как дятел долбишь. И встает очень серьезный вопрос. У нас контроль уменьшается над ситуацией или увеличивается, учитывая, что высокие технологии, вот эти мощные технологии, которые мощнее и мощнее с каждой минутой, я вам хочу сказать, пока мы разговариваем, они мощнеют все больше и больше. Мы не потеряем контроль над тем, что происходит, уже не только над нашим мозгом, но над всем, что его окружает. Что мы читаем, что нам подсовывает интернет. Мы же попадаемся на этот крючок. А над социумом мы все еще имеем над ним контроль, учитывая социальные сети, которые я ненавижу, и которые, ну, они же влияют. И, кроме того, у людей есть привычка, раз написано, значит, правда. Знаете, это как в советское время. Газета написала, значит, правда. Газета написала, да. Ну, газета напишет все, что хочет. У нас гигантская сложнейшая нейронная сеть, это как бы популистское то, что я показываю. На самом деле ситуация еще гораздо хуже. Мы недавно с коллегами обсуждали по почте просто. Я вдруг стала интересоваться этими цифрами. Думаю, вот я разные цифры показываю, они правдивые или неправдивые. Стало еще хуже, так что я даже их не буду называть. То есть, если начать считать количество соединений, которые есть в мозгу, если, не дай бог, к этому еще приплюсовать глию, а не только нейроны, то получаются цифры, названия для которых, я боюсь, в естественных языках нету, а на ли уходит там к Москвореке. Бесконечные числа. То есть, это настолько мощная штука у нас в голове лежит, что лучше про это на ночь не думать. Вот так выглядит электронно-микроскопическая фотография. Естественно, что в мозгу цветного такого нету. Это специально, ну, не для профессионалов говорить, специально окрашивается для того, чтобы можно было разные виды клеток отличить. Но даже не будем сейчас про это говорить, а просто если посмотреть на этот маленький-маленький кусочек этой нейронной сети, вот загадка для меня, как по такой сети хоть какая-то информация хоть куда-нибудь может прийти. То есть, ее сложность, ну, немыслимая. Разумеется, все машины, которые у нас есть, как бы они ни назывались, суперкомпьютеры или искусственные нейронные сети, которые соединяют ноги с суперкомпьютерами, неважно, как мы назовем. Важно то, что это намного сложнее. И с нашим мозгом я бы не играла. А если поближе посмотреть, то это вот так красиво. Мне нравится, что это как раз черно-белое. Это увеличение невозможное. Это немыслимое увеличение, конечно. Но посмотрев на этот, это микро-микро кусочек. В общем, понятно, с чем мы имеем дело. Всем этим, о чем мы сейчас говорим, занимается конгнитивная наука, или, как теперь принято говорить, конвергентное знание. То есть, когда науки вот здесь изображенные... Из разных областей. Да, когда они проникают друг в друга. Это не то, что каждый занимается своим. А в идеале это все эти, и не только эти игроки. Здесь на самом деле больше. Когда они работают вместе. Потому что объект, с которым мы имеем дело, так сложен, что ни одна из наук справится с этой историей. Сама к себе. Она не может. Поэтому это требует воспитания и образования людей мультидисциплинарно. И, собственно, такое образование мы и ведем. Эйнштейн говорил... Интересно, что это говорил именно Эйнштейн, а не художник и не музыкант. Он говорил, что, конечно, естественные науки построены так, что мы, как наблюдатели или как ученые, мы находимся отдельно. То есть мы не вмешиваемся. Как бы мы здесь ни при чем. Мы просто честные ученые, сидим в зале, смотрим, что на сцене. И так всегда было. И это основа вообще всех естественных наук. Но сейчас это вызывает вопросы. Особенно после того, как квантовая механика ввела наблюдателя в парадигму, в научную парадигму, тогда уже тревога появилась. Когда он есть, значит, уже состояние не такое, какое было, пока его не было. То есть если ты смотришь, ты видишь другую картину... Ты уже вмешался. Да, ты уже вмешался. А когда ты из комнаты вышел, то не о чем разговаривать, ты не знаешь, что там происходит. Но нас-то всегда чем утешали? Нам говорили, это как бы нас не касается, мы большие такие, крупные. Это в этом мире, микро-микро-микро-мире, квантовом. А в большом мире нет. В большом мире, к сожалению, да. И вот это то, что говорилось про квантовый мир, что наши данные зависят от того, как мы на это смотрим, кто смотрит, что знает, какова наша гипотеза. Но это длинный разговор, я сейчас, разумеется, не будем его вести. Люди, которые ни про какую квантовую механику и в мыслях ничего не имели. Например, гениальный физиолог Алексей Ухтомский, который говорил, нет субъекта без объекта, как нет объекта без субъекта. И это отнюдь не про квантовый мир, а про вообще природу. То есть мы участники бытия, он еще в другом месте говорил, природа наша делаемая. Это я цитаты, прямые цитаты. То есть мы не можем сделать вид, что мы вот такие объективные наблюдатели, потому что мы внутри находимся. Вот мы изучаем там мозг или что угодно. А мы сами-то где? Мозг-то тут. И не важно, что я изучаю не свой мозг, а чей-то. Мы хомо-сапиенсы. Своим мозгом же изучаю. Своим изучаю. Ну, в общем, ясно. Владимир Петрович Зинченко совершенно изумительный, гениальный. Он говорил, внешний мир строится изнутри. Это очень глубокая мысль. То есть я вижу мир такой, какой я в состоянии его увидеть. Но мы с вами на близких позициях. Есть надежда, что более-менее близко мы видим этот мир. Но каждый ежедневно встречается с тем, что мы смотрим на одни и те же вещи, фильмы, книги, телевизионные передачи и видим их совершенно по-разному. Один говорит, он слабоумный, а этот умный. А я говорю, вовсе наоборот. А что это значит? Эммануэл Кант еще более неприятные вещи нам сообщал в 1781 и дальше годах. Рассудок не черпает свои законы из природы, а предписывает их ей. Вот ничего себе! Из этого следует, что наша математика такова, потому что у нас такой мозг. Если бы у нас был другой мозг, возможно, у нас была бы другая математика. Ничего себе! А математика это то, чем мы описываем, так сказать, объективную реальность. Вообще-то. Раушенбах, академик Раушенбах, который занимался, он вообще... Вообще-то ракетами. Ракеты, топливо он делал, математик и так далее. И он, видите, что пишет? Реальная, настоящая картина мира это то, что у нас в мозгу. Никакая математика не может отличить существенные вещи от несуществ, второстепенные от первостепенных, выделить главные признаки и второстепенные. Вы бы это перевели как картина сознания? Ну, картина мира, наверное. Ну, может быть, и сознание, но, Васамчи, если уж mind как-то переводить, то хотя здесь много споров, но я перевожу как сознание. Не, меня интересует как вы, потому что много споров. Я перевожу как сознание. То есть, может быть, здесь даже стоит на секунду задержаться. Когда пишут там по-английски brain and mind, то вот дальше начинается вся эта свистопляска. Brain это ткань. Это ткань. Это физический объект, который вот здесь лежит, головной мозг. А mind это то, что он порождает. То есть, сознание. На мой вкус, это сознание. Ну, хорошо, а когда мы говорим, вот мы будем искусственный интеллект делать, а посмотрим, как действует реальный мозг. А как мы посмотрим? Вот там, конечно, физика распространяется и на мозг. Когда нам говорят в квантовом мире что-то, а в не квантовом что-то. А это в квантовом мире этого нет, что ли? Мы же живем в одном и том же мире. Значит, там есть все. Поэтому я задаю страшный вопрос. Какая именно физика мозгом управляет? Это физика Ньютона, это физика Эйнштейна, это физика Нильса Бора. Вообще-то мой ответ, что сразу все. Но это не делает ситуацию проще. Оно делает еще хуже ее. Ну, хорошо, физика. А математика? Какая математика? Это Пифагор, это Лаплас, это Лобачевский, это кто? Какая именно математика в мозгу? Возможно, и это обсуждают, кстати, профессионалы. Возможно, для описания того, что творится в мозгу, нашей математики вообще не хватает. Это вообще какая-то другая математика. Это я не... Бабушки на кухне, так сказать, обсуждают эту тему. Это то, что мы в разных контекстах обсуждали с профессионалами. Во всяком случае, этот вопрос не кажется математикам абсурдным. Только ли в мозгу алгоритмы? Вот когда мы делаем эти искусственные штуки, мы же говорим, мозг действует по таким-то алгоритмам. Да, он действует. Ну да, обучение нейросети по алгоритмам. Конечно, но в мозгу не только алгоритмы. А вот этот первый портрет вот слева, это, между прочим, незаслуженно забытый один из, я бы сказала, основателей, исследователей, исследований в искусственном интеллекте, фамилия Корсаков, он жил в XIX веке. Он стал делать, так сказать, первые интеллектуальные машины. Просто он забыт, он раньше Тьюринга. Не Тьюринг. Тьюринг, вот он. И никто не отрицает его роли, разумеется. Я хочу сказать, что история раньше началась. А вот этот, я к нему подберусь. Вот это уже искусственный интеллект, но мы сейчас переедем. Опять же, интересно, что это говорит Эйнштейн. Эйнштейн, вот не будем даже английское читать, а прощем то, что здесь внизу. Эйнштейн писал, интуиция, священный дар, разум покорный слуга. Я бы не удивилась, если бы это сказал музыкант, или танцор, или поэт, или, я не знаю. Но это, говорит Эйнштейн. То есть, самые главные вещи, об этом свидетельствует огромная литература, мемуары, интервью людей, или описание в письмах людей, которые сделали прорывы в нашей цивилизации. У всех это не была алгоритмическая линейка или арифмометр Феликс. Это были озарения. Другой вопрос, что эти озарения были у тех людей, которые алгоритмическую, будьте добры, какую дорогу прошли, а потом озарение случилось. Ну, помните, я вам шутку прислала, таблица приснилась сначала Пушкину, таблица Менделеева, сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял. Я не понял. Нет, но это, между прочим, хорошая шутка, потому что она не приснилась и кухарке Менделеева тоже. Моя-то версия такая, мне даже надоело, я студентов смешу. Я думаю, что версия такая, что таблица Менделеева так надоела, что он не может с ней разобраться по-настоящему, что она решилась ему явиться во всей красе во сне. Чтобы уже закрыть эту тему, да, чтобы закрыть эту тему. Ну да, но если без шуток, то мы же это видим постоянно, если мы будем читать самоописание или описание других людей. То есть оно идёт, 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 потом раз и взрыв, и этот взрыв происходит на тему инсайт, интуиция, откуда-то взялось. Павел Флоренский, который, как известно, был не только богослов, но и инженер, и математик, видите, он пишет вот то, что здесь написано, требуется расшатанность, сумеречность сознания для того, чтобы это вышло. Каждый человек, который такой творческой деятельностью, независимо от того, это искусство или наука занимается, он знает, что что-то такое мутное, какое-то состояние такое наступает, как бы тебе как-то нехорошо в нём, ты вообще всем недоволен, что-то здесь не то. Такой удар нужен, видите, блуждание на границы миров. То есть ты и не тут, и не тут, и всё тебе не нравится, а потом вдруг раз, и ты понял. Об этом пишет много людей. Окей, мы не можем сделать вид, что это неважно, потому что это гении об этом пишут. Ну хорошо, вот обычно говорят, давайте мы влезем в мозг, вот мы там посмотрим, кто у нас мерзавец, кто либерал, кто консерватор, кто врёт, кто не врёт. А мы можем это увидеть? Разве мы можем это увидеть в мозгу? Как мы, собственно, собираемся это увидеть? Это, знаете, примерно как когда Гагарин летал в космос и вернулся. Бога, да. Да, ему говорят, ну что, Бога-то видел? Он говорит, нет, не видел. Ну и облегчённо вздохнули атеисты. Они что, надеялись, что он там в прямом смысле, что ли, увидит на облаке сидит старец, так с большой бородой, как на старых картинах? Ну смешно. Вот крупные философы и исследователи, которые такими вопросами занимаются, в частности, Деннет, он в итоге к чему склоняется? К тому, что если мы узнаем про каждую штучку, ну, про нейрон, всё знает, то узнаем и остальное. Мой ответ – нет, не узнаем никогда, потому что целое больше его частей. Ну это механистическое такое представление. Абсолютно, при том, что он один из самых сильных. Мы же не говорим, что это объявляет человек, который просто не понимает, о чём разговор идёт. Так вопрос не стоит. Войн Исенецкий, замечательный нейрохирург, который к тому же был архиепископ, или может быть наоборот, архиепископ, который, он, видите, что говорил? Много оперировал я на мозге, ни разу не видел там ума. И совести, впрочем, тоже там не находил. Это ведь я к чему? К тому, что если кто-то, ну, вряд ли наша аудитория профессиональная, вряд ли такой кому-нибудь в голову придёт, что мы надеемся, что мы открыли черепную коробку и там увидели, где дейпричастие, а где консерватизм, то этого там нету. Значит, мы это изучаем другим способом, функциональным. Мы должны правильно задать вопросы мозгу и получить ответ с помощью томографов. Например, функционально-магнитная резонансная картина или ЭГС сложного типа. Но как задать вопрос? Чтобы получить правильный ответ, нужно задать правильный вопрос. Вот в чём беда там. Эта картинка, это вовсе не художник рисовал, это так выглядят теперь картинки, показывающие коннектомы мозга. И они разные у людей науки и у людей искусства. Причём я бы сказала так, хотя, конечно... То есть совокупность техсвязей нейрональных как бы так... Да, это совокупность... По аналогии с геномом совокупность. Ну да, но не только, а именно что с чем связано. Да, что с чем. Что это отсюда идёт сюда, отсюда сюда, отсюда сюда. Ну я просто так вот с носку даю, что такое, как расшифровывается коннектом. Это не локусы того, где что, а соединение этих локусов. То есть откуда информация во время решения какой-то задачи, откуда, куда она идёт, куда она идёт потом. То есть как это движение как бы по мозгу идёт. Это вообще очень интересная работа. И вот скажем, у музыканта, вот просто у нас нет, разумеется, времени это обсуждать, но посмотрите, сколько зон мозга занято и какой именно работой для того, чтобы это музыкальное всё творчество или слушание, если это хорошее слушание. Сколько в этом занято всего? То есть это, я этой картинкой хочу показать две вещи. Во-первых, как это сложно, как сложна музыка для мозга. А во-вторых, что никто не ищет зоны, которые отвечают за музыку. Вот это вот обычный этот миф, что мы найдём сначала это было место, где пение, где чтение, где говорение, а где слушание Аллы Пугачёвой. А потом началась такая же, такой же бред начался с генами, как не при вас говорить. Ген пения, ген чтения, ген слушания, ген шизофрении, ведь этого же ничего же этого нету. Ген гениальности. Ген гениальности. То есть всё время ищут штучки. Дискретную штучку. Да, дискретную штучку, которая... Собзяти пересадить. Ну правильно, но этого ничего, этого нету и даже смешно говорить. Вот какие гены или локусы или коннективность в мозгу были у тех, вот у этих гениев, которые наша цивилизация, если её кто-то потом будет рассматривать, то она ведь не в том, кто какую гачку придумал. А это Боттичелли, это Дюрер, это Леонардо, это Рафаэль. Это вот что они делали такое. Никаких алгоритмов здесь нету. Это совершенно другое. Вот это то, что мы чудом на самом деле называем. И вот с этим никакой искусственный интеллект не справится. Хотя я сама участвовала в битвах с представителями, имена не буду называть, хотя знаю, Сколкова, которые говорили, да вы что, мы сейчас такие машины напридумывали, они вам всё это нарисуют. Не смешите меня, Христа ради. Разумеется, они нарисуют, в смысле скопируют. Скопируют, ну и даже если задать. Да нет, ну смех говорит. А музыка, вот эти люди, битхо, ну в общем ясно, что здесь написано. Что это, что делали они музыкой вообще на мой взгляд. Я уже говорю о том, что импровизировать не сможет интеллект. Теперь они as if, это как бы импровизация. Понимаете, это всё подделки. Потому что он себя как будто ведёт, как будто он импровизирует. На самом деле в него правила заложены. И немножко подставлены ошибочки туда, чтобы он как бы по-настоящему. Красота математического вывода для мозга, того, кто понимает, вот не для меня, увы, я математически очень плоха. Она представляет собой такую же красоту, такое же волшебство, захватывающее дух. Как для вас Боттичелли. Да, как для меня Боттичелли. Или для вас Дюрер, или там Босх. Людвиг Фадеев, светлой памяти, к сожалению, который был до одновременно, но он был гениальный математик, но он был музыкант консерваторского уровня. И мы с ним, я имела счастье с ним беседовать несколько раз. И как раз разговор был про это, что вот этот захватывающий дух от музыки, такое же захватывающий дух от математики для того, чей мозг к этому готов. Это я возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Зависит от того, что ты пишешь на этой нейронной сети. Если ты на ней гамбургеры пишешь, так такой у тебя и мозг. Сканы математиков, мозга математиков говорят о том, что, о чем я уже сказала, что вот этот вот даже мозг, который реагирует на прекрасное, скажем, на даму с единорогом, там из музея Клюни на великолепный вывод какого-то математического выражения, вот дают один и тот же эффект. Это я все к тому. Не надо искать в мозгу мест, которые реагируют на прекрасное. Это идиотская задача. Ну, то есть это какая-то вспышка, а это вот, собственно, эффект восхищения. Это восхищение чем угодно. Оно может быть восхищение вашими серегами. Да, это даст какой-то пик. Да, дает пик, вот этот вот дух захвативающий. Ну и, наконец, все-таки мы куда попали? Мы же, я вот пока эту картинку люди рассматривают, я хочу сказать, факт есть факт, нравится нам или нет, мы попали в другой тип цивилизации, это уже произошло. Мы можем либо об этом не знать, что ничего не меняет, либо не понимать, что тоже ничего не меняет, но ухудшает ситуацию. Мы должны понять, что мы уже живем на планете другого типа. В нее искусственный интеллект, мощнейшие информационные поля уже вошли. Мы можем отвернуться. Ну, знаете, как дети, отворачиваюсь, этого нет. Фаза отрицания называется. Да, ну, вот отрицание, вот сейчас происходит, хочешь отрицай, хочешь не отрицай. А уже были такие штуки, когда Крейг Вентер. Ну, это очень условная штука. Условная, как? 480 генов, малюсенькая бактерия. Я ж не к тому клоню. Да, но как прецедент, вот посмотрите. Я это в качестве метафоры говорю. Мы вступили на дорогу определенную, независимо от того, как это трактовать. По крайней мере, то, что невозможно было представить. Да, мы влезли на территорию, на которой мы, разумеется, будем работать гораздо более сложно, чем здесь. Это просто был первый звоночек. То есть, посмотрите, вот так можно быть. Вообще, такое бывает. Вот я все жду, когда в магазинах, не дай бог, я не доживу, начнут продаваться игры. Знаете, как были там, юный химик. Юный химик, да, сделайся. Да есть уже курсы, есть онлайн-курсы, есть синтетическая биология. Ну вот, я всех, дорогие зрители, я на всех с этим поздравляю от души. Будьте осторожны. Когда будут маленькие дети, все дети разных делают штучек, и они будут выходить в внешний мир. И что дальше? Ну, не смогут, ну, я так думаю. Пока не смогут. Пока. Он наступает на нас очень сильно. Нам всегда говорили, хорошо, в шахматы нас обыграли, ладно, бог с ним, потому что это, в конце концов, перебор операций. Но нам говорили, он, этот монстр, он не сможет взять Го, потому что это гораздо более сложная игра и не только счет. Взял. Более того, обыграл Лиса Доля, девятый Дан, обыграл с разгромным счетом. Уже произошло. Потом я стала радоваться и недолго радовалась, а именно, что он не возьмет покер. Ну, эта программа, Альфа-Зиро, Альфа-Гео, Альфа-Зиро, ее версия, она ведь сводится вот к чему. Вообще все содрогнулись, кто понимает. Ей достаточно суток, одних суток, для того, чтобы научиться играть сильнее любого человека. Для этого ей, она самообучающая, ей для этого не нужны входные данные. Она просто берет и через 24 часа она обыгрывает любого и не только человека. У меня просто здесь местное не хватило написать. Она обыгрывает программы. И они очень интересно их учили. Вообще, вот это не моя область, но просто когда я читала, я была поражена. Она играла сама с собой. Их посадили две одинаковых. Как мы с вами, да. Они сидели, они сражались друг с другом. И так насобачились, так научились, что вот что мы имеем. Потом я думала, тоже как дурочка, думала, покер, они не возьмут покер. Потому что там блеф, да, и там покерфейс, да, непроницаемая. Ты меня не поймаешь на блефе. Взяли только что. И вот когда я говорила, мы еще и вернемся, когда показывала Тьюринга и Корсакова, и вот этого механического человека, это вот программа Libratus, не знаю где ударение. Вот. И покер, эта штука играла, это совсем недавно было, чуть ли не месяц назад. Она играла с четырьмя чуть ли не лучшими в мире игроками в покер. Она играла 20 дней, она обыграла их в пух и прах, вырвала 1700 там что-то евро, миллион 700 тысяч евро. Но, к счастью, это железяки ничего не дали, отдали людям и разработчику. Но это же ничего не меняет, мы же не про деньги. А мы про то, что она наступает на не алгоритмические процессы в мозгу. Вот я куда? Вот. Я веду сюда, дело не в игре. Потому что алгоритмическая, вот я чуть-чуть побуду ее адвокатом дьявола, потому что, скажем, недавно обнаружили экзопланету. То есть с помощью гугловских вот этих вот программ обучения, то есть они учатся различать изображения, планета не планета, экзопланету, которую так не могли обнаружить, с помощью вот этого алгоритма обнаружили. Я же не ругаю. Или анализ биологических данных, который не под силу самообучающимися глубокого обучения программами, они находят, делают открытие. Нет, вы абсолютно правы. Это я просто заняла эту дьявольскую позицию все крушить. Ну, по определению, понятно, вся мощь этих штук, ни один врач не может пересмотреть миллион снимков. Да, ну, я не знаю, томограмм там. Это понятно. Но, боже упаси, предположим, машина сделала выводы на основании анализа изумительного, невозможного для человека анализа. Следующий шаг какой? Следующий шаг. Мы будем узнавать у всех знакомых, кто хороший диагност. Правильно? Плюнем в сторону искусственного интеллекта и пойдем к хорошему диагносту с этими данными. Пусть он на них посмотрит. И вот когда он скажет, тогда я верю. А пока эта железяка там перебирает свои эти четкие. Я к тому, что, разумеется, мощнейшая вещь. Но о чем спорить? Ваша территория никак не моя. Все эти генетические фокусы без суперкомпьютеров невозможно пересчитывать. Надеюсь, даже не столько даже пересчет, а вот выявление того. Нет, ну это я так, это я неправильное слово употреблена. То есть суперкомпьютеры, это уже вчерашний немножко день в смысле осознания. Не в смысле, они работают. Нет, анализ, конечно. Да, именно вот выявление таких вещей, которые так бы и не выявить. Спору нету, вызывает восторг. Дальше-то что, понимаете? Ну а с другой стороны, аэроморфные чипы, ведь то, что делается, оно делается по образу Миронов, например. Нет. Это другой заход, совершенно с другой стороны. Короче говоря, обложили нас со всех сторон. Я хочу сказать, мы не можем спорить с этими сверхмощными программами, которые перебирают, хорошо, берем слово перебирают, которые используют триллионы операций в секунду, которые самообучающиеся, самосовершенствующие. Они встали на нашу, они вошли к нам в комнату. Да. Вот о чем разговор идет. Не о том, что они плохие, а о том, что они нам угрожают. Они нам угрожают. Мы можем потерять над этим контроль. Да, я вас увела в другую сторону, пожалуйста. Да нет, это не в другую сторону, это оно же с другого боку. Наша цивилизация началась вот тогда, когда придумали, как информацию, или лучше сказать, знание, не информацию, которую мы накопили в течение жизни, не унести с собой в землю, а хоть что-то оставить, условно говоря, детям. И тогда появилась эта внешняя память, то есть рисунки, изображения, письменность, наконец, и все это. Мы сохраним то, что без нас. Вот нас нет. Где Аристотель вообще, кто-нибудь его видел? Где Платон, где Шопенгауэр, где Кант? Мы же их читаем, мы с ними находимся в диалоге до сих пор. Хотя их, как живых существ, нет, но они, слава тебе, Господи, все это написали. Поэтому это великое дело. Но сейчас-то внешняя память, вот она какая. То есть мы готовы от этого избавиться. То есть мы готовы это передать в другое место. И вот что. Вот этот Николас Карр, он пишет, раньше я был искусным ныряльщиком, в море интеллектуальное, так сказать, нырял. Дайвером, да. Да, дайвером. И там плавал медленно, долго, возвращался, уплывал, рассматривал, думал, еще раз нырял. Теперь я искусный серфингист, ношусь по поверхности, окей, Google, но это уже я добавляю, окей, Google, и он тебе выдал все, что хочешь. Во-первых, веришь ли ты этому Google, а во-вторых, ведь это о чем говорит? Это говорит о том, что мы доверили важнейшие вещи другим системам. То есть мы это вынули, как бы, это не царское дело, я не буду этим заниматься, пускай Google занимается. Да, Google, ты готов отдать машине это? А у нас тогда встает антропологический вызов, я вот говорю. У нас место еще есть нам на Земле или мы заканчиваем историю? Ну, оценить, пока есть люди, которые могут оценить, врет Google или не врет Google. Но это носители предыдущего образования. Правильно, пока нам условный Google, он, конечно, не Google называется, но пока он нам некий условный искусственный интеллект, это разрешает. Он нас может не допустить к своим данным. Мы не только не будем знать, как его подправить, мы их просто не будем знать. Это алармистское мое началось. Уже не говоря о том, что есть аддикции, есть искусственный интеллект, в который дети, и не только дети, сели как на иглу. И это компьютер illness, это попадает в категорию болезней, этим занимаются врачи. Если посмотреть, кстати говоря, то, что происходит в мозгу у тех, кто интернет-зависим, то эти картинки похожи на картинки тех, кто наркозависим или алкогольно зависим. То есть это зависимость как таковая. А что из этого следует? Эти дети, они в том мире, с которого началась наша презентация, где на лыжи, санки и коньки, они в этом мире могут жить? Они вообще что-то про этот мир знают? Или они только в цифрах находятся? Как говорит наш с вами коллега и друг Сергей Николопов, да, я постоянно цитирую эту фразу, хотя я не уверена, что он сам помнит, что он ее мимоходом бросил, но он очень удачно ее бросил. Ничто не заменит дружеский подзатыльник во дворе. Это гениальную вещь, он сказал, не знаю, осознал сам или не осознал. Это прекрасно, да. Реальный мир еще есть? Если есть, то тогда выйди из компьютера и поучись, как ухаживать за девушками, как дружить, как получить в нос, когда ты подлость совершил. То есть есть реальный мир. С реальными вызовами. Да, с реальными вызовами. Это психика людей, которые общаются только с железякой. Это что, психика людей? Это серьезная вещь. И вот когда, если нас сейчас смотрят психологи и психиатры, я уверена, что они сейчас головой кивают и говорят, да-да-да, вообще что с этим делать? Это люди, которые не умеют жить реальной биологической жизнью. У них же, уж я не хочу в эту область входить, но либидо, оно вообще есть? Ну, кстати, были какие-то исследования, которые говорят, что такие где-то спрятаны. Спрятаны, но они будут общаться с этими секс-куклами или с чем? Или с компьютерами, которые эти скафандры, которые дают вам всю силу ощущений всех вообще. И запахи, и зрительное, тактильное. Это же, они же, мы согласны на имитацию мира тогда, когда еще есть реальный мир. Понимаете, если бы мы вылетели в космос в качестве двойных спиралей, так сказать, нет, тело ничего, тогда, может, и ладно. Но еще пока что мир этот есть, еще яблоки растут, там турнепс, капуста, грибы, рыбы. Гормоны, в конце концов. Да, есть, все это есть, нет, мы не хотим этого, мы хотим вот это. И чтобы оно, чтобы ты управлял этим, да, ты, значит, в любой момент можешь его выключить, да? Ну да. То есть, а крыша не поедет, вы извините меня за простоту услуга. А психика это выдержит? Я не уверена. Мак Луэн, отец, так сказать, и пророк информационного века, видите, он что говорил? Следующий вид, это Homo sapiens, auto creator. Так это мы вот здесь находимся. Самосоздатель. Самосоздатель. Мы же, он просто не дожил, он не догадывался, как быстро это, во-первых, пойдет, а во-вторых, как мощно пойдет. Значит, руки, ноги заменить, печень, почки, сердце, слух, зрение, это реальные вещи. И вставить чип в голову, чтобы вы думали в 10 раз быстрее, чем все остальные, это просто сейчас можно сделать. Ну, это в ближайшее время. Меня пугает во всем этом, что я так алармистски рассказываю, скорость, с которой мы разогнались, это происходит очень быстро. Это не вот все про... То есть, вид, он не приспособлен к тому, чтобы так быстро подстраиваться. Мы не можем. Потому что обычно, ну, если не миллионы, ну, тысячелетия уходят на отточнение какого-то признака. Хорошо, ну, хотя, пускай десятки лет, но сейчас-то чуть ли не часы. Да. Вы понимаете? С каждой новой модель альфона. Набрали страшную скорость. Да. Мы не можем, психика не может с такой скоростью влезть в это дело. То есть, мы начинаем конкурировать с железяками с этими. Если хотим жить. Если хотим жить. А есть люди, которые не конкурируют, но они выпадают из социума все-таки. Правильно, но у нас, вот вы очень опасную сейчас линию начали. Пойдет социальное расслоение. Те, кто... Оно уже началось. Оно уже началось. И пойдет очень крупно. Потому что те, кто умеют или хотя бы имеют доступ, это будет одна каста. Да. А другие, которых здесь не будет, а чем-нибудь заняты, если не секрет. Ну, это мы совсем уйдем в другую. Да, но я не предлагаю... Но я вам, по крайней мере, точно вам могу сказать... Поставить вопрос надо, конечно. Подвесить его. Он подвешен. Чем в ближайшие... Я делаю эффектную паузу. В ближайшие пять лет, не пять миллионов, не тысяч, не сотен, не десятков. В ближайшие пять лет многие миллионы людей лишатся работы. Из-за того, что меняются профессии. Профессии переходят в эту сторону. Что будут делать эти люди? Это вопрос, который психологам, не только к социологам, психологам, психиатрам... Что будет делать этот человек? Вы думаете, он будет Аристотеля читать? Или на людьми играть? Ну, я хочу сказать, что пока человечество пользуется водопроводом, всегда нужны будут специальности, связанные с обслуживанием этого водопровода. Вы думаете? А я думаю, что это искусственный интеллект сделает хорошо. Что он сделает? Золотая труба, которая прорвала... Нет, будет труба, которая не будет прорываться. Пока что в Москве, в Центральном округе, таких труб нет. И никто не собирается... И в Петербурге, культурная столица Петербург, вам сообщают то же самое. Пока не думают их менять. Так что... Это шуточки. Понятно, о чем мы говорим. Итого, где мы оказались? Это мир текучий, он нестабильный, он прозрачный, он сверхбыстрый. Решения, которые будут принимать искусственные системы, а именно они будут принимать решения на основе анализа. Вы же сами говорили, перебор дикие операции, мы приняли решение. Эти что? Эти штуки примут решение о войне? В таком случае мы даже не узнаем об этом, потому что нас уже не будет. Не успеем. И это мерцающий мир, и он гибридный, кто живой, кто не живой. Что в нас живого, вот этот аутокриэйтор. То есть Маша Энн до того, как ей вставили чип в голову, и Маша Энн после того, как ей вставили чип в голову, это тоже самое существо. Ну, вспоминаются, конечно, анекдоты исторические, когда начинали переливание крови, какие-то люди отказывались, говорили, ах, я стану такой же. Но это немножечко другое. Нет, Марина, я понимаю, и вы правильную позицию, конечно, занимаете, что не надо так людей пугать, но... Не, но чип в голове это все-таки не кровь. Это все-таки вещь не физиологическая, а ментальная уже. Факт есть факт, что мы оказались в другом мире, независимо, мы в биологическое не лезем просто потому, что у нас другая тема. Ну да. Но мы могли бы влезть на вашу территорию, я не тот человек, с которым об этом нужно говорить. Все-таки кое-что там в генетической вашей истории можно подчистить. Не так, чтобы... Не сейчас. Хорошо. Я не говорю сейчас. Вот мы знаем, вот есть разница между знаем и можем, колоссальная разница. Мы знаем, что в звездах происходят термоядерные реакции, которые из гелия и водорода делают более тяжелые элементы. В основном мы это называем тяжелыми. Мы это знаем, но мы не можем на это никогда... Но это не значит, что мы никогда... То же самое, мы знаем, что ген затыкается, когда к нему цепляется определенная химическая группа. Мы можем, а сейчас мы не можем даже близко подойти к этому. Я этого и не говорю, я говорю другое. Ваши коллеги некоторые говорят. Нет, но они говорят, мы друг с другом ругаемся регулярно, а после этого очень хорошо проводим время обедом или ужинаем. Нет, я про другое говорю. Я говорю про то, что я не вижу принципиальной невозможности никогда. Сейчас не можем, это не значит, что не сможем через 10 лет, а может быть и раньше, учитывая мощность и скорость того, как это идет. Вот я о чем. То есть моя, собственно, шумная речь моя, она ведь ведет вот к чему, что нужно насторожиться, что это уже вышло, понимаете, уже пошло. Поэтому, если мы не приведем в порядок себя, свою психику, свое отношение к миру, свою ответственность за поступки, то, как мы воспитываем детей, то, как мы относимся к старым или больным людям. Если мы не разберемся с нашей биологической и психологической, так сказать, стороной, то это все анекдот по сравнению с тем, что будет, когда у нас не выдержит психика этого всего. Когда мир, в который мы попали, лопнет по нашей же собственной вине, уже даже без вот этих. Итого, мы уже в другом мире, это необратимо, это цивилизационный слом, с этим согласны все. Поверьте мне, я за последнее время, включая вчерашний день в весьма высоком собрании, это все признали. Понимаете, это уже не рассказы на уровне страшной сказки на ночь. Нет, ну жизнь уже не будет другой, то, что называется. Она не будет другой, это глобальное значение, это имеет отношение ко всей планете. И это мир опасный. Мы будем выбирать между, о чем говорила, темы заканчивают. между свободой и безопасностью. Станислав Лем давным-давно, видите, что он говорил? Он говорил, случайность может сыграть, случайность из этого микромира к нам проникает эта случайность. Его идея была такая, пока системы были медленные, ошибки делались долго. Вот если там Барклай-де-Толли не туда повел войска, можно было оттащить войска и через 4 месяца их притащить в другое место. А здесь-то что? Неслыханно быстрые системы, неслыханно быстро ошибаются. Более того, речь идет о наносекундах и нанометрах. В этом мире живые не живут. Там не только не живут люди, там вообще никто не живет. Но этот мир, вот он, он к нам попал. То есть химические реакции происходят, но это совершенно не то, что осознает человек. И что может осознать. И что? Этот цифровой мир еще имеет автономную жизнь. Интернет вещей, самоорганизующие сети, цифровая реальность, это то, о чем мы сейчас говорили, признак отбора в социуме. Если я не вошла в этот мир, значит меня нет. Тогда я могу пол мыть. Более того, и пол-то мыть мне не надо, потому что носится этот пылесос, понимаете, который моет его. А я чем заниматься буду? То есть я найду чем заниматься, потому что я интеллектуальное существо. Не все являются интеллектуальными существами. Они чем будут заняты, об этом даже, знаете, термин. И это тем опаснее, чем более поляризуется, а он поляризуется. Мир в плане образования. Конечно. А как же? Вы как преподаватель, вы видите очень талантливых студентов, таких, каких не было, скажем, 30 лет назад. И вы видите тех, которые не читали элементарных каких-то базовых вещей. Причем самое печальное, что среди тех, которые не читали базовых вещей, есть те, которые интеллектуально очень высоки. То есть они могли бы. Они могли бы, но незачем. Но незачем. Вот о чем. Но незачем. Им незачем. Нам есть зачем. Им незачем. То есть они, если ты им предложишь прочесть условную Анну Каренину, они просто не поймут. Они, это та, которая под поезд бросилась. Понимаете? Они про другое. То есть они все еще люди, я к этому говорю. Или поэтому принцип отбора в социуме, это очень серьезная опасность. И даже, говорят, появился термин такой, что наступает цивилизация праздности. Праздности – мир, в котором очень многим людям вообще нечего делать. Более того, им платят какую-то там стипендию или пенсию для того, чтобы они не загнулись от голода. Но им нечего делать в этом мире. А цивилизация праздности – праздность мастерская дьявола, как известно. Ну, привет Тревнему Риму. Да. Ну и что? Что нам делать? Базовые этические нормы, ценности и смыслы встали на сцену, вышли. Что нам с этим делать? Как быть с правом, например, и с моралью? К примеру, если компьютерная программа высочайшего уровня, которая самообучающаяся, еще которая посильнее, чем мы. Представим себе. Мы ее можем стереть? Я имею в виду уже не в смысле физическом, а в смысле права. Она говорит, я личность. Если я ее стираю, значит, я ее убиваю. Значит, это, кстати, тоже я просто хочу, чтобы все правильно поняли. Это то, что в кругах правоведов обсуждается как серьезная предстоящая проблема. Это не сказки на ночь, то, что я говорю, это я весело нарисовала. Что делать с машиной, который беспилотник, который летает, то есть не летает, летает тоже, но в данном случае ездит. Условно говоря, по Калифорнии кого-нибудь давит. Кто отвечает? Создатель, да. Владелец, создатель программы, владелец машины. Кто отвечает? Или в машины нужно будет заложить моральные, вот то, чем Юрий Иосифович Александров занимается, и вся его лаборатория после Швыркова, там и так далее. Вот это вот нейромораль, нейроэтика, кросс-культурное отличие. Мы должны, вынуждены будем заложить туда моральные дилеммы, как их решать. Вот она едет, у нее нет вариантов, она либо этого задавит, либо этого задавит. Что ей делать-то? Она же сама не может принимать такое решение. Значит, люди должны, кто возьмет на себя. Вопрос, мы можем за ребенка решать, вставить ему этот чип или нет. Условно, да, в голову. Мы можем за пациента решать. Это как с эвтаназией. Кто решает? Кто решает? Это поэтому появились даже такие области, как нейроэтика. Это конгрессы собираются. Это серьезная вещь. То есть мы в другой мир перекатились. Лишние люди. Древний Рим уже загнулся. Да, все это ясно. Настало время рефлексии. Нам нужно сделать паузу, как мы, вероятно, скоро сделаем. И подумать. И сесть, подумать. Мы в этом мире как будем продолжать жить? Нам нужно осознать, кто мы. Или мы уже сдались. Да, наш вид прошел. Следующий вид вот эти. Ауто-креатор. Ауто-креатор. Или вообще нас там нет. Или это целиком механическая цивилизация. Ну, механическая, железная. Ну, да. Кремниевая. Поэтому я, собственно, заканчиваю на том, на чем очень часто заканчиваю, мой любимый философ Эммануэл Кант, который нам велел смотреть на звездное небо над головой во внешнем мире, и на нравственный закон внутри. Никто ничего запретить не может. Хоть сейчас может сесть ООН и запрещать все, что угодно. Это абсолютно бессмысленное дело. Науку никто никогда запретить не смог и не сможет. Она будет развиваться по своим дорогам. Всегда будут найдены возможности делать это вне всяких запретов. И когда до дела дойдет, они вам клонируют кого хотите, и в генах поковыряются, и эти системы соорудят. Ну, я преувеличиваю, но идея моя такая, запрет может быть только внутри. Я не буду этого делать, потому что я считаю это безнравственным. Я в эту игру не играю как личность. Не играю. Для того, чтобы другие личности так же решили, мы должны правильно воспитывать реальные личности. Маленькие дети, которые попали в этот мир, у них еще человеческое что-то будет, если они не читали Софокла и Шекспира. Или сказок, где там жалко какой-нибудь потерявшегося мальчика. А чего жалко-то? Когда мы сейчас выключим, включим, и он опять бегает. Ну да. Ведь это же мир, в котором нет смерти и нет боли. В нем нет живого. В нем нет живого. Мы согласны, что ли, на этот мир? И вот эта фотография, которую я снимала сама над Финским заливом, и она, ну, моему северному сердцу приятно такие вещи видеть, когда все во всем отражается. И вот искусственный интеллект, разумеется, увидеть это сможет. Ну, он разложит на краски, да. Ну, он все на все разложит, он даже скажет, что это изображение, но он поймет то, чего захватывает дух у меня. Нет, он не поймет. Он, возможно, сделает вид, что он понял. В общем, я бы хотела закончить вот на чем. что мы сейчас оказались в ситуации, когда у нас есть как бы суррогат мира, и, возможно, в нем даже удобнее жить. Только это не жизнь. Вот как бы мы согласны этот шаг сделать туда. В Зазеркалье. В Зазеркалье, да, да, Алиса. В Зазеркалье, причем в ее Зазеркалье это была красота, там, это как бы подправленная жизнь была. А здесь-то это вообще. Ну, в общем, вот. Большое спасибо. Это вопросы, которые действительно нужно поднимать, и кто, если не вы. Мы сейчас... То есть, не мы, люди. Да, мы. Да. Мы сейчас прервемся на несколько минут, потому что я просила вас присылать свои вопросы у нас на сайте на 1.med.tv. Вы можете задать вопросы Татьяне Владимировне, и по мере наших возможностей временных мы ответим на них. И это будет вместо нашей традиционной рубрики по скриптам, которая обычно заканчивается медицина в контексте. Увидимся очень скоро. Начинаем отвечать на вопросы сейчас в этой рубрике. Вот поступил один вопрос с сайта, и еще два по телефону. Ольга, наша зрительница, пишет, спасибо за лекцию. Есть ли какие-то неуниверсальные рекомендации, типа, проводить время вместе, кататься на горке, смайлик стоит, цифровой смайлик, ходить в музей для того, чтобы переориентировать подрастающие поколения на мир людей, на окружающую реальность? Да, я ничего оригинального не скажу, а скажу такую почти тривиальную фразу. Детей надо любить, и они должны это чувствовать. Они должны быть долюблены, в противном случае это отзовется на все их жизни. Им должно быть интересно с родителями, там, с бабушками, с сестрами, не знаю, с друзьями. Они должны не потому, что галочку надо поставить, был с бабушкой там или с мамой. Им должно хотеться этого общения, потому что оно интереснее, чем компьютер. Так что да, вместе гулять, на птичек смотреть, дурака валять в снегу, кувыркаться и брызгаться в море. И еще телефонные вопросы я вот запомнила от двух наших зрителей. Первый был замечательный. Что ответит искусственный интеллект, если его спросить, что такое сознание? Простенький такой вопрос. Да, вопрос простенький. Я отвечу серьезно на него. Дело в том, что нет никакой даже минимальной договоренности у ученых и у философов на тему того, что считать сознанием. Это очень большой спектр. Это я на самом деле отвечаю на вопрос нашего зрителя, потому что искусственный интеллект ответит то, что в нем содержится. Какую информацию вы туда положили, с такой он и будет работать. Другой вопрос, что он может ее покрутить и дать неожиданно интересный ответ. Но в мире людей это спектр, на одном полисе которого находится представление о том, что сознание это как бы любая реакция. То есть у всего живого, только в маленьких дозах, есть сознание. Ну, вплоть до того, что есть люди, которые считают, что сознание присутствует у отдельного нейрона. Ну, я никак не поддерживаю это. Другой вопрос. На другом полюсе находится представление о том, что сознание это самосознание или рефлексия. То есть думание о думании, философия, взгляд как бы со стороны на психические... То, чем мы занимались последние 15 минут. Да, то есть это очень высокого ранга психические процессы. Но есть и промежуточные, с которыми не так просто. Например, некоторые говорят, что сознание это когда не во сне, с чем согласиться нельзя, не в коме, с чем согласиться нельзя. Потому что люди, выведенные из комы, как мы знаем, да, часто... Уже знаем, да. Да, да, как мы теперь знаем. Часто имеют довольно серьезное представление о том, что происходило, пока они как бы камнем таким лежали. Есть противопоставление на тему сознания-подсознание или сознание бессознательное. Мы не будем двигаться далеко. Я просто хочу сказать, что искусственный интеллект, если в него вот всю эту пачку засунуть, он может, конечно, пошутить. А именно создать какой-то ход, который даже никому из нас в голову не пришел. Или слышу комбинацию. Да, некоторую... Покрутить эту историю, это вообще интересная мысль, надо бы попробовать. Да, вот спасибо нашему зрителю. Спасибо зрителю, очень хорошая идея. Другой вопрос такого же уровня, вот так вот получилось у нас по телефону, бесплатно есть номер, но сейчас, наверное, уже поздно. Может ли искусственный интеллект сам ставить вопросы, сам задавать вопросы? Да, он может ставить вопросы и сам их задавать. Тут собака зарыта вот в какой точке. Если это искусственный интеллект такой, как сейчас есть, мы же не создали пока еще искусственный интеллект, или он сам себя еще не создал, такого, когда он уже личность. Вот если, не дай бог, он станет личностью, то, во-первых, мы заканчиваем тогда нашу жизнь на этой планете. А во-вторых, тогда это будет интересно, какие вопросы ставит он. Почему тогда, интересно, а не сейчас? Потому что сейчас это комбинаторика. Он вам задаст любые сложные вопросы, просто поворошив вот этот свой огромный багаж. И поэтому... Это вопрос самообучения, когда он досамообучается до того, что он сможет... Да, когда он досамообучается до того, что вдруг он сделает качественный скачок и осознает себя как личность, как я. У меня есть такие-то планы на жизнь. Вот этого я надеюсь не дожить до этого момента. Вопрос, наверное, последний и предпоследний от одного и того же человека. Ну, я бы начала с позволения нашего зрителя Евгения Николаевича, с последнего его вопроса, со второго. Где границы между субъектом и объектом? Хороший вопрос. Я, знаете, отвечу метафорически. Я читаю по просьбе физического факультета Петербургского университета один из курсов. Я со своими молодыми коллегами читаю для физиков-магистрентов. То есть они очень высокого интеллектуального уровня, естественно. Они занимаются такой теоретической или экспериментальной физикой высокой. Глава у них, будьте добры, как работает. А наша задача им показать, как можно смотреть на мир с другого боку. Не от физиков и математиков, а как бы вот отсюда. Ну вот, я как-то там тоже расшумелась примерно как сегодня. Со словами, вот учитывая все эти гаджеты, то, что статьи мои находятся в облаках там. И вообще все везде рассыпано. Я говорю, а где я теперь заканчиваюсь? Часть моих, большая часть моих когнитивных способностей перешла в механизмы. Значит, они как бы являются моим продолжением. Это к вопросу о субъекте и объекте. Вот я говорю, я-то вообще есть у меня границы? Есть я где заканчиваюсь? И я еще так показала. Я говорю, это вот моя граница, где кожа, что ли, заканчивается? И молодой человек, имя которого я с дуру не спросила тогда же. А может, это будущий Эйнштейн? Это точно будущий Эйнштейн. Он сказал тихим голосом из уголочка. Он сказал, а вас не интересует вопрос, где вы начинаетесь? Можете себе представить? Да, но на этом я и замолчала, естественно. Потому что это очень сложный вопрос. Где границы субъекта и объекта? Например, если перед нами сейчас будет лежать греческий, египетский папирус. Ни вы, ни я не умеем читать. Насколько я понимаю, мы не владеем этой письменностью. Он для нас содержит информацию какую-нибудь? Если мы вообще ничего про это не знаем. Он является физическим объектом. А в нем гигантская информация. Но для этого нужны глаза, а точнее мозги того, кто умеет это читать. Так как для меня формула. Какой лист красоты выведена, там доказана теорема. Только я не могу оценить. Поэтому я как объект в данном случае. Объект, субъект. Где здесь конец объекта и субъекта? Шекспир есть тогда, когда есть тот, кто умеет читать Шекспира. Гениальная музыка есть тогда, когда есть тот, кто слушает эту музыку. Который понимает эту музыку. Поэтому это вопрос на первый взгляд только легкий. На самом деле он один из самых сложных. Например, если, боже упаси, у человека шизофрения и галлюцинации, то внешний мир, который он считает внешним миром, является его внутренним миром. Потому что его мозг порождает слуховые, зрительные, тактильные, обонятельные, какие хочешь, миры, которые есть продукт его мозга. Их нет нигде. Они являются для него субъектом или объектом. Это я в ответ задаю вопрос, на который не вижу никакого ответа. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Мы вынуждены заканчивать. Простите, что не на все вопросы смогли ответить, но нашей гости нужно уезжать. Спасибо большое всем, кто был с нами. Спасибо вам за интересные вопросы и беседу. Спасибо. Спасибо.